В Москве 10.04.12, 13, 14, 15, 7. Еще раз доброе утро. В студии Радио Спорт ФМ Тарас Тимошенко, Роман Мазаров, Мария Деева и только что к нам присоединился мастер спорта по плаванию Евгений Поздяев, организатор всероссийского турнира «Золотое кольцо». Евгений, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, всем привет. Здравствуйте, большое спасибо, что пришли. Прежде чем мы начнем вас опрашивать по всей строгости закона, Маша, ты знаешь, тебя переименовали в Светлану? Почему это? А, я не знаю, почему на СМС-портал 3533, потому что свет от меня, может, пришло Светлана. Рад слышать и слушать, Славик написал. Для него-то Светлана. Ну, не исключаю, что, может быть, писали Светлане Матвеевой. Нет, но написали в 10.02. Светлана появляется в другое время у нас. Ну, понадобилось человеку минут 15, чтобы переварить свою радость от появления Светланы. Ну ладно, сегодня меня уже назвали Каратышкиной, например, утром, да? Светлана Каратышкина. Ну, кстати, вариант. Давайте совместим два этих варианта. Отлично. Ты согласна? Как в ЗАГСе? Светлана? Нет, нет, не согласна. А с Владёшей Марией Прелюбодеевой? Да. Все прослезились. Да. Давайте поговорим о плавании. Еще раз напоминаем Евгений Поздеев, мастер спорта по плаванию, организатор всероссийского турнира «Золотое кольцо». «Золотое кольцо». Кубок «Золотое кольцо». Кубок «Золотое кольцо». Да. Официально такое название. Все хорошо. Но очень приятно то, что «Золотое кольцо». Да. То есть, я так понимаю, турниров много, которые расположены по «Золотому кольцу». Вот мы уже провели первый год, и это было семь этапов по всем городам. Прокатились. Последний был этап совсем недавно в Смоленске. Это был потрясающий праздник. Просто фантастика. Ждем подробностей. Ух. Ну, нам безумно повезло с бассейном, потому что потрясающий светлый бассейн, и была светлая и теплая атмосфера. Дети были в восторге от организованного праздника. Турнир детский. Турнир детский. И это на самом деле очень важно. И важно то, что мы подарили не только яркие воспоминания, теплые эмоции, но по большому счету у большинства детей было и остается желание продолжить заниматься спортом. И заниматься плаванием. Что для нас, как для организаторов, является ключевым. Ага. Ну, расскажите тогда просто об истории создания этого турнира. Как вам еще пришла в голову вот эта замечательная светлая мысль объединиться и развивать плавание? Ну, турниров детских на самом деле очень не хватает. Их действительно очень мало. И очень мало их проводится в всяких регионах. Простите за всякие. Но, правда, действительно не хватает. И мы понимаем одну простую вещь, что приходится конкурировать за внимание. За внимание в гаджетах, компьютерах, компьютерных играх, телевизорах. И только каким-то образом. А соревнования – это не только финальный этап того тренировочного процесса, в котором ты живешь и бываешь каждый день. Но это как раз то, что заставит тебя, может быть, в какой-то момент выбрать. Между посидеть, поиграть или пойти на тренировку, а потом принять участие, где собираются твои друзья из разных городов. У нас было порядка 12 регионов на турнире. Что на самом деле очень классно. На последнем. Ну, фактически там по всем этапам собираются. Ребята приезжают, родители приезжают, привозят. И ребята между собой дружат. Потом появляются хорошие связки. И это на долгую жизнь. И это самое яркое воспоминание, которое потом с ними пройдется и сохранится. А потом это останется и будет двигать их к Олимпиаде. Потому что если тебе там тепло, тебе там в кайф, тебе помогают, тебя поддерживают, Олимпиада уже не такая страшная. Наоборот, к ней хочется прийти и получить от этого полностью. Ты сейчас сказали про то, что приходится бороться с разнообразными гаджетами. Я как-то сразу зримо представил себе дисциплину плавания на спине с айпадом. Я думаю, что недалеко. Я думаю, давайте мы на дно выложим. И вот он уплывет, снимает, он там все видит. Это будет классно. По меньшей мере. Дорогие друзья, задавать нам вопросы о детском спорте, о детском плавании в частности, вы можете следующим способом. 5533 слово «спорт» в начале каждого сообщения. Еще лучше позвоните и выскажитесь. 276-0932, 276-1932. Любимый код Тараса Москвы, 495. Ну и также группа ВКонтакте доступна 100% утра. Спорт.фм туда обязательно пишите. Был ТТ, теперь стал Тарас Москва. Тарас Москва, да. На, ну звоните, звоните обязательно. Сейчас возьмем трубку, потому что вот относительно недавно нам написал Аганес, что нечестно. Почему-то я позвонил, меня сбросили. Аганес, судя по вашему сообщению, оно прилетело в 9.37.30. Хотел релетовать. За пару минут до этого звонили, но розыгрыш уже просто шел, он был в процессе, у нас уже на телефоне висели люди, поэтому звонок был сброшен. А сейчас, если вы хотите приобщиться к нашей беседе, то добро пожаловать, будем только рады. Да, Евгений, расскажите, пожалуйста, с кем занимаетесь этим благородным делом? Не в одиночку же лямку тянете. Ну, стартовали мы в одиночке, быть точнее, славная компания «Спортсбор» нас поддержала на старте, и все затраты в большей степени, на самом деле, это обычный проект с точки зрения денег. Но детские турниры, наверное, апариори не могут быть прибыльными? Не могут, поэтому пользуюсь случаем, если вы позволите, на весь мир, все, кому тепло и кто готов нас поддержать, мы будем только признательны, хотя, как немножко коммерсант, скажу, что все-таки спонсорство здесь присутствует, потому что на соревнованиях кроме детей есть и родители, и собирается большая интересная целевая аудитория. Ну, тот, кто в этой теме, наверное, меня поймет, про что я говорю. Ну, в любом случае, отдачей является накопление некого социального капитала тут, да? Ну, конечно, это же самые яркие эмоции, и вы же видите, и живете в них, и люди запоминают, и это приятно, конечно же, остается на долгую-надолгую память. Да, вы сказали, турнир детский, то есть там какой возрастной ценз? Ну, можно говорить по годам, а если не по годам, то фактически от 8 до 12 лет. От 8 до 12. А сами соревнования, потому что в гостях был у нас как-то Евгений Каратышкин, будущий муж Марии Идеевой, как вы поняли, и он проводит турнир по какой-то... Как это называется? Турнир на выбывание, да? Нет. Баттл заплыл на своем турнире «Гладиатор». Баттл не бутылка, баттл битва. Да. Вот что благодарен и Евгению, и другим многим спортсменам, которые приезжали к нам и приезжают на каждый этап с мастер-классами. И в этом плане получается потрясающая картиночка такая. Дети видят своих кумиров и с ними в одном бассейне и получают от них мастер-классы. И это дорогого стоит. Прикоснуться к действующей звезде и оказаться рядышком и посмотреть, что... Поговорить с ним просто, получить какой-то жизненный совет. Да, ну конечно, задать вопросы, понять, как это делается и что это делается. Это же вот основное. Да. Ну то есть у вас, я так понял, турниры проходят по классической схеме, да? То есть какие-то дистанции, какие-то стили и погнали. Да, схема классическая, за исключением того, что... Ну, за исключением последнего этапа. А остальные все этапы мы берем небольшие дистанции. Дети маленькие, они должны все-таки научиться хорошо плавать. Единственное, мы считаем по многоборью то, что мы называем. То есть в зачет идут 4 дистанции. 50 кролем, 50 брасом, 50 дельфином, ну и 50 на спине. Можно, конечно, и с айпадом. Ну а и... То есть в зачет многоборья, ну значит много детей, которые реально плывут всеми 4 стилями. Особенно дельфин в данном случае интересует все-таки такой физически трудоемкий стиль для... Вот для детей и юношества. Во-первых, огромное спасибо Федерации плавания, то, что они нас, эту идею поддержали. И они прекрасно увидели, что на некотором уровне, на нашем уровне, да, ну мы говорим про эту возрастную группу, всероссийских соревнований нету. Или фактически их не хватает. И потребность очень большая для того, чтобы юные спортсмены набирали рейтинговые очки и спокойно могли набрать достаточного опыта, чтобы перейти на новый уровень, на такие известные крупные соревнования, как веселый дельфин, которому уже 50 лет. Такое большое имя в спорте, да, в спорте плаванию в данном конкретном случае. Вот наш турнир, это как раз вот некий такой шаг, который нужно пройти для того, чтобы спокойно уже быть готовым и эмоционально, и физически, и так далее. И получается, что от каждого этапа дети прогрессируют, дети растут. И мы это видим на глазах. Фактически за год они, у них и техника меняется, и результаты вырастают, и это возможность отследить. И естественно, так же судейство начинается. Немножко мягко, а потом более жестко, более жестко. И фактически мы подводим к хорошему уровню. Но при этом мы делаем действительно спортивный праздник. Мы делаем то, чтобы люди или наши участники, наш турнир, где есть и родители, и спортсмены, и судьи, и организаторы, все получали от этого удовольствие и были радостные. Вот это спортивный праздник, который потом в конечном итоге скажет, да, я хочу выбрать это, мне это нравится, я хочу сюда приезжать. И родители нам об этом говорят, что на самом деле очень приятно. Мы думали не поехать к вам на этап, мы там сомневались, но ребенок списался с Васей, который живет в Санкт-Петербурге, который говорит, ты поедешь, а я тогда тоже поеду. И они едут. Это важно. Как всегда, традиционная рубрика «Мельдранат дня», вот у Маши есть что сказать по этому поводу? Да, 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 да. Это просто, не знаю, конфликт интереса в данном случае какой-то. В общем, дело в том, что я была ведущей на заключительном этапе в Смоленске этого турнира, да, и Евгений. Значит, такая ситуация была за завтраком в отель, где были все размещены, организаторы, спортсмены, родители спортсмены, да, полностью-полностью все. Мы вдруг обнаружили, что на подносах с едой, там, где сидели дети-спортсмены из Санкт-Петербурга, мы увидели ампулы «Мельдраната», то есть детей перед соревнованием кормили «Мельдонием». Проводятся ли какие-нибудь, ну, как-то их... Ну, если ампулы, то, получается, не кормили, а, видимо, уж кололи тогда, если ампулы. Ну, не знаю, может быть, пили они, да, может быть, что-нибудь, конечно, расплавляли. Маш, а там были хоккеисты, может быть, это были хоккеисты, нет? Хоккеисты? Ну, да, там же были еще и хоккеисты. Нет, скорее всего, это были родители, ну, им надо тоже было восстанавливаться. После первого дня соревнований. Сердечко-то, да, нервничает. Видишь, как ребенок с айпадом плывет, да, сердечко побежит. Тема классная, поднятая. Если бы на каждом радио или на телевизоре, или где бы еще в другом моменте звучали, вот каждый раз говорят вот этот препарат, а потом рекламу сразу какого-нибудь спортивного праздника, то количество спортивных праздников, ну, популярность была бы больше. А так, ну, конечно, работаем на фарму. А если серьезно говорить, то получается... Извини, извини. Так, кстати, интрига окончательно умерла, потому что Слава написал, что свой восторг он действительно адресовал Светлане Матвеевой. Хорошо. Передайте мне. Как это так получилось еще? Поработай передастами. Поясним для нашей публики вопрос стоимости тех самых Мерседесов, потому что тут есть версия, что где-то у нас в эфире услышали про стоимость 3 миллиона за один Мерседес. 32 670 фунтов стоит один Мерс, который подарит Вишай Сривадана Прабха. Сриватхана Прабха? Сриватхана Прабха? Сриватхана Прабха? Сриватхана Прабха? Усмок. Сриватхана Прабха. Ну, либо шею, либо сэ. Первое S лучше звучит. Ну да, да. Я думаю, что в России тоже есть люди, которые могут поддержать, например, так же детские соревнования. Вот, да, к разговору. Да, и подарить всем детям, которые выиграли Мерседесу. Маленькому, ну такому какому-нибудь. Маленькому Мерседесу? Нет, почему сейчас же есть маленькие Мерседесы, которые электромобильщики такие, на которых... Ну да, мне кажется, современным детям уже это неинтересно, вот эти современные. Здрасте. В парках только на них и гоняют. Ну, не считая самокатов и велосипедов. Евгений, а как можно заинтересовать ребенка пойти в плавание? Ведь вот обращаюсь сейчас как к детскому тренеру по плаванию и к человеку, который занимался воспитанием детей. Я буду защищать свой любимый вид спорта, плавание, да, и ни для кого не секрет, что на самом деле плавание один из самых популярных и востребованных видов спорта в России. Да и, в общем-то, один из... Я бы даже сказал, что в некоторых регионах он бы очень сильно поспорил с футболом, потому что... Например, вот это интересно. Ну, знаете, у нас как это самое, да, три месяца лета, да, остальное все там зима-зима-зима. А где плавание? Да, а бассейны у нас построили, построили много, их строят, и, честно говоря, это хорошо. Вот реально сейчас инфраструктуры хватает, да, в принципе? Ну, есть, конечно, пожелание, пожелание только одно простое, пожалуйста, стройте бассейны с трибунами, тогда проводить соревнования будет удобно, и продукты, которые получатся делать красивые и яркие, еще больше будут привлекать на трибуны, и, как следствие, люди останутся внутри спорта. Так что плавание дай. А вот как раз ту задачу, которую ты, Маш, спросил, мы пытаемся решить. Когда ты приходишь на хоккей или на баскетбол, ты видишь очень яркую зажигательную картинку. В принципе, и в плавании, и в баскетболе, и в волейболе, да, и в однополе, и синхронном плавании на детских соревнованиях можно делать. Вопрос подхода и организации, и создания, и ставить цели, чтобы это было не формально и для галочки, а это было для участников, чтобы они потом, через каких-то 10, 20, 15 лет, вспомнили, как это было классно, когда они были молодые. Ну, а по большому счету, внутри таких соревнований решаются еще и другие задачи, про которые тему мы начали говорить. Это в том числе образовательные, потому что есть возможности, мы пытаемся, будем организовывать, чтобы приезжали специалисты и рассказывали, что какие препараты стоят употреблять, какие не стоят, потому что в реальности их негде. А где вы будете собирать всех, где все участники собраны этого процесса, имеются с самого спорта, да, судьи, тренера, родители, участники, да, спортсмены юные, где можно рассказать, вот этот витамин стоит и для чего он нужен, а вот это не надо, потому что... А вот это не витамин просто, да, его нельзя. Да потому что это просто бессмысленно. Ну вот для чего физически. Ну вот обращаюсь тогда как к мастеру спорта, да, по плаванию. Сам что употреблял? Вот когда сдавал? Оскорбинку. Ел. Оскорбинку, честно, вот правда. Ну а как же мельдони, вот этот препарат прекрасный, замечательный, которым сейчас пичкают детей просто для того, чтобы они выступили лучше? Мне повезло, наверное, у нас такого информационного поля вокруг нас не существовало, поэтому мы, честно, просто не знали о нем. А вот был авокатер, по большому счету? Конечно, мне же хочется. Очень важно в данном случае дозвониться, что называется, именно до головы родителей, потому что они очень часто определяют частенько, что дать своему ребенку. А ребенок просто берет что-то из рук родителей, да. Я однажды вот столкнулся с таким примером лично, когда родитель, говоря именно о своем ребенке, который занимается плаванием, у эксперта по спортивному питанию, в магазине спортивного питания, стал спрашивать, ребенок устает, ребенок утомляется, тренировки тяжелые. А что дать? Вот на что человек такой-то, ну, по фактуре видно, что из бодибилдинга сказал, ну, вы знаете, в данном случае, по-моему, только комплексные витамины, вот и все. И родитель как-то явно ушел недовольный, потому что хотел явно дать что-то еще. Вот, было такое ощущение. Недовольных родителей просто много, я тебе даже больше скажу, вот на вот этом заключительном турнире в Смоленске очень неприятная ситуация была, когда я выхожу в коридор за бассейном, и там мама просто лупит ребенка по голове, там, по телу, везде, куда у нее рука просто попадает, в гневе. И кричит, ты что не мог проплыть? Лучше как? Я теперь буду в глаза родственникам смотреть. Вот это вообще нормальное воспитание родителей? Ведь чемпиона нужно воспитывать прежде всего в семье. Евгений, у тебя у самого трое детей, маленькие, да, вот. Ну, вот расскажи, вот именно про воспитание. Мне кажется, что в любом тренировочном процессе должен быть характер, должно быть терпение, там присутствует боль, там нужно себя перебороть по тренировке. Тренироваться, вытерпеть, набраться для того, чтобы приехать и получить отдачу на соревнованиях. И я бы хотел, и для этого мы, в принципе, и в том числе и делаем, чтобы дети потом чувствовали поддержку от родителей. У тебя, может быть, что-то не получилось, или у тебя был не настолько хороший результат, как бы ты хотел. Ну, от самого близкого легкое, да, пахнополание по плечу и сказать, что ты молодец, но в следующий раз ты покажешь лучший результат. Это гораздо более мощная мотивация, которая более ярко запомнится, и он с большими усилиями дальше пойдет, и у него получится обязательно. Но я понимаю, что есть родители-фанатики, и, к сожалению, наверное, это везде такое существует. Ну, мы как раз для этого и придумали и сделали этот Кубок Золотого Кольца, чтобы было интересно, и там царило добро, тепло. Вы проводите разъяснительную работу с родителями, нужно ли ее проводить? То есть сказать, что товарищи родители, это детские соревнования, это не чемпионат мира, это не олимпийские игры. Не надо. Главное, чтобы перестали относиться к ребенку как к своему бизнес-проекту, потому что это не бизнес-проект, а живой человек, ему надо как-то просто счастье. 90% родителей, которые отдают своих детей в спорт, думают именно так, что он вырастет и обеспечит старость. Мы стараемся, мы пытаемся рассказать, но на самом деле за 7 этапов, и это было очень сильно заметно, я искренне надеюсь, что я всех смогу увидеть на первом, на втором, на третьем, на четвертом этапе, который будет в следующем году. Вы приедете в гости и, может быть, на своих, не только ушах, а тактильно вы почувствуете, где с каждым этапом это появлялось на уровне просто живого действия и общей атмосферы. И когда ты погружаешься в эту атмосферу, то желание, оно постепенно пропадает. Ну, когда ты находишься в окружении веселых и добрых людей, нет желания говорить по-другому или себя так же вести. И это ведь на самом деле не секрет, когда мы приезжаем в те же Соединенные Штаты, простите, что так вот говорю, через 4-5 дней ты тоже начинаешь улыбаться и ходить улыбаться. А, у вас занимаешься? Сейчас. Улыбаться, да, но всегда ли это искренняя улыбка? Это такой же сложный философский вопрос. Они-то улыбаются, потому что так надо, а не потому что они хотят. Американцы-то? Ну да, да. Ты знаешь, с другой стороны, они вот к этой вот культуре постоянного улыбания настолько приучены с детства, что, может быть, ну, они уже толком сами, они не задаются вопросом, искренне это ли или нет. Они встретили, может быть, даже малознакомого человека и начинают улыбаться. Они делают очень хорошую доверительную историю. И давайте будем, правда, честным. Если есть то, что в мире люди, которые делают более качественно, почему не научиться? Это правда. Чтобы и не посмотреть, и не взять, да, если у них получается сделать хорошую, приятную атмосферу, создать доверительное, где у тебя и Фелпс, и начинающий спортсмен на одной дорожке, грубо говоря, друг другу помогают и поддерживают, то это и у нас должно быть. И тогда наши звезды будут появляться чаще, их будет больше, и мы наши фамилии будем видеть на дорожках. Не важно, на стадионе, на паркете, да, и это так будет. Так что я думаю, что в этом один из успехов наших. Если получится на самом начале, на самом старте зародить, да, создать вот эту вкусную красоту, за которую человек захочет там оставаться и быть в этой атмосфере, то дальше и спортивный результат он себе придет. Потому что вот у нас есть Василиса Владыкина с нами работает, да, помогает. Хороший спортсмен, да, с рекордами России. Она долгое время тренировалась за пределами, как наши сейчас спортсмены многие тренируются. Ну, не она первая. Да, да. Морозов по существу вообще там вырос, сформировался как пловец, да, получается. Вот с ее слов, она когда тренировалась, тренер делал таким образом тренировочный процесс, что за три года ни одна тренировка не повторилась. Ого. Ничего себе. Каждый раз это что-то новое. Да, это тяжело физически, но это эмоционально интересно. Вы же понимаете, да, когда ты устал, вдрызг, у тебя не хочется, у тебя все болит, тебе тяжело, хочется плакать, но ты на подъеме эмоциональном, это ярко, ты же себя преодолеваешь гораздо быстрее. Я же понимаю, что как наши хоккеисты будут умирать на льду, простите меня, да, за Россию, за наш большой, мы верим в победу в эту. И миллионы людей, которые стоят в это же верят. Почему мы не можем сделать такую же историю на нашем маленьком уровне, когда трибуны будут не пустые, когда придут не только родители, а другие поддержат, эти юные спортсмены почувствуют вот эту яркость, что тут за вами стоит гораздо больше. И тогда пойдет и результат вверх. Я напоминаю, что у нас в гостях Евгений Поздеев, мастер спорта по плаванию, организатор всероссийского турнира «Кубок Золотое кольцо». Общаться с нами вы можете посредством смс-сообщения 5533, слово «Спорт» в начале каждого сообщения. Еще лучше позвоните и выскажитесь. 276-0932-276-1932, код «Москвы-495». Вайбер, ватсап доступны, 925-4-2-93-2. И, конечно же, группа ВКонтакте. Сто процентное утро, туда обязательно пишите. Все интересующие вас вопросы о детском спорте и о плавании зададим нашему дорогому гостю. Новости 100 я рекомендую carprice.ru СПОРТ-ФМ 10.35 в Москве. Тарас Димашенко, Роман Мазуров, Мария Деева и наш дорогой гость Евгений Поздеев, мастер спорта по плаванию, организатор всероссийского турнира «Кубок Золотое кольцо». Ну что же, продолжим. Евгений, вот, кстати, заговорили про Соединенные Штаты. Этот рынок с точки зрения создания шоу в любом виде спорта очень часто считается образцовым. Да, и очень часто американские лиги разные, американские соревнования, в том числе и детские, и юношеские, в этом смысле приводят пример, да? Да, а если говорить о детских соревнованиях, здесь и есть что взять по плаванию именно, вот с точки зрения создания атмосферы, создания шоу? Да, конечно. Приходилось видеть, я думаю, конечно. Ну, американские пловцы, они одни из самых сильных в мире, и это один из таких же... Да, наверное, сильнейшие в совокупности, да. В совокупности, да. И плавание они очень сильно любят. Их немножко история, говорят, научила, что когда-то их там японцы побомбили, потонули бедолаги, а вот сейчас плавать научились. И очень быстро научились. Тихий океан большой, плавать нужно долго и быстро. Ну, они, правда, это красиво. Вы можете посмотреть, так сказать, в интернете и увидеть, как это проводит Арена Про или Арена Свим, Спида. Ну, соревнования есть, и эта атмосфера прям видна, чувствуется. И мы берем оттуда и, честно, используем все, что возможно. Мы привносим для того, чтобы это было. По поводу, вот вы сказали, что много, большое количество бассейнов открывается. А вот если говорить о том, кто работает в этих бассейнах, потому что, конечно, очень важно в становлении спортсмена наличие хорошего именно детского тренера. Вот с этим вопросом у нас как дело обстоит? Есть ли хорошие кадры тренерского цеха, детские именно? Они появляются, потому что происходит хорошая смена поколений. Тяжелые, потому что плавание и циклические виды спорта все-таки требуют немножко дольше времени подготовки спортсменов высокого уровня. Чуть-чуть побольше, чем в игровых видах спорта. Но приходят хорошие специалисты, те, которые горят, те, которые хотят работать. И мы их видим и видим у себя на соревнованиях. И они привозят команды, а это значит все-таки есть. Я понимаю, что им тяжело, что им тоже нужна поддержка. В принципе, как и нам, организаторам, она жизненно необходима, но появляется место, где работать, а как следствие появляются. Я вот совсем недавно разговаривал с зам спортивного агентства Ярославской области. Он говорит, что вот мы открываем еще новый бассейн, вот у нас есть программа от государства, нужно подготовить определенное количество. А именно приблизительно там на каждые 100, еще 100 стоят в очереди, которые хотят прийти и научиться заниматься. И спрос на самом деле очень большой. А тренеры приходящие, это бывшие спортсмены или просто энтузиасты от плавания? В большинстве случаев это бывшие спортсмены, но в этом плане и федерация всероссийского плавания постепенно работает, и федерация на местах. На самом деле, вот даже мы вспоминали сегодня про Евгения, Евгеньевича Каратышкина, с прошедшим его, кстати, днем рождения, крепкого ему здоровья и новых успехов. Да, да, да. 33 все-таки большая цифра. Возраст Христа. Да. 18-летний не понять. Ну вот, он даже, да, сейчас, будучи президентом Московской Федерации плавания, достаточно много чего пытается сделать для того, чтобы появились люди, и люди захотели приходить. И опять же, вот мы, получается, мы ходим вокруг, 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 и все время видим то, о чем вы мне спросили. Если я вижу продукт, как простой быватель, даже я не занимаюсь плаванием, хоккеем, футболом, волейболом, но я проходил мимо и увидел, или я об этом услышал, или мой одноклассник, которого потом я вдруг увидел на онлайн-трансляции соревнований, где ему вешают эту медаль, а вокруг него появляются поклонники ЦИ, да, то желание прийти, оно уже возникает намного больше. И увидеть поклонницей. Почему-то, почему-то вдруг я хочу к этому приобщиться, да. Ну, я хочу оказаться где-то рядом, а когда я оказываюсь рядом, появляются в том числе и требования, которые специалисты готовят. Ну, а мы пытаемся дать мастер-классы, мы пытаемся дать дополнительную информацию, мы пытаемся показать, как это было более эффективно. Ну, и плюс уровень всероссийских соревнований позволяет обмениваться знанием, умением и информацией. И вот этой, вот этой как раз той единой атмосферы, где все в едином порыве делают, по большому счету, одно дело, мы и создаем. Ну, на самом деле классно. Да, Евгений, хотелось бы немного о другом поговорить. Сейчас на носу у нас буквально главный старт четырехлетия плавания, один из самых медалей емких видов спорта. Сколько золота мы привезем оттуда, как вы думаете? Все, что сможем, все привезем. Ну, может быть, по персоналиям пройтись, как вы думаете? Кто способен выиграть нам все на свете? Ну, у нас хорошая команда, молодая. Я думаю, что звезды будут такие в скором времени, как Саша Попов, как Евгений Каратышкин, да, как Дмитрий Волков. И я, честно, вот, как и обыватель, и как человек из этого, я очень верю в Морозова. Мне очень хочется, чтобы он хорошо проплыл и победил. Он очень классный парень. И он может быть таким кумиром для многих спортсменов. А это не тот самый Морозов, которому на чемпионате мира в Казани не очень везло? Ну, конечно, это он. Тот самый, да. Наш специалист. Наш, собственно, главный кролевик и попутно еще отлично умеющий плавать полтинник на спине. Вот тоже в репертуаре есть у него эта дистанция. Ну, у него и комплекс, в принципе, мог бы пойти, да. И он так хорошо и брасом-то плывет. И в этом плане у Нюрсалов у нас давно хороших комплексистов не было. И это правда. Но он показывает интересные секунды. Я думаю, что это конкурентные секунды на сегодняшний день. И в финале он точно должен плыть. А получится ему зацепиться и все остальное. Это Олимпиада. И тут многое совсем для всех неожиданно может оказаться. Да, это правда. А если говорить о детском спорте, так много различных стилей. Зависит ли выбор стиля, скажем, от антропометрии человека или ребенка, который тот самый стиль выбирает? И как вообще выбрать себе стиль плавания? На спине, кроль, брас? Насколько я помню, Александр Великий у нас начинал как спинист уже на достаточно серьезном уровне, да? Конечно. Ну, на базовом уровне все готовят и делают общую функциональную подготовку. И ездят на сборы, тренируются. И набирают физическую форму, что немаловажно. Да, плавать надо, конечно, без сомнения, уметь всеми видами спорта, ну, всеми видами плавания. А уже ближе, наверное, к первому кандидату нужно определиться с основным. И это помогает тебе и тренер, и твое внутреннее ощущение. Не зависит от антропометрии? То есть высокий, широкоплечий? Ну, крыльевики, как правило, все очень высокие. Все очень странно, да? С одной стороны, вот посмотрите на Сашу Попову, да? Гигант. Вот его конкуренты, там, тот же самый Хогенбан. Все длиннющие, с огромной лапой, там, 47-го размера. Вот это считается такой классический крыльевик, по идее. По идее, да. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на того же Владимира Морозова, как бы... Да, да, совсем другой. Вообще, да. А знаменитый, там, Владимир Боретт, тоже далеко не сильно высокого роста-то. А плавал-то он только в путь. Так что... Плавание развивается, плавание меняется. И как любой вид спорта развивается, меняется. И то гиганты, то не очень гиганты. Главное – желание. И верить в себя, и верить в свою звезду, и верить в то, что ты делаешь. И тогда у тебя все получится. И олимпийские рекорды, и олимп будет взят. Но все-таки в пять лет невозможно верить в себя, когда ты начинаешь, там, с двух, с трех лет плавать, когда тебя отдают принудительно просто в бассейн бросают. Понятное же дело, что ребенок еще не понимает, станет он олимпийским чемпионом, может быть, он станет шахматистом, а может быть, просто он станет, не знаю, учителем обычным каким-нибудь, там, по математике. Ну, поэтому, наверное, для него это должна быть игра. Ну, вот игра. Вот как вот это развивать? Есть ли какие-нибудь советы, вот, напрямую, именно как у учителя физической культуры, как у тренера детского? Ну, если как у учителя, как у тренера, я с тобой целиком полностью согласен. Когда я работал учителем физической культуры в поле номер 9, города Москва, я для себя четко определил, что любой урок – это полноценная игра, и через игровые упражнения можно много чего добиться и вовлекать людей. И это на самом деле так. И из маленького такого личного примера, я когда пришел, у меня ученики 9, 10, 11 классов подтянуться ни разу не могли. Вот физически не могли, да, и там пробежаться по залу – это было что-то. Ну, и, к сожалению, не так долго отработал, но когда я уже уходил, и ребята заканчивали 11 класс, у меня все по 20 раз подтягивались. А в неурочное время, в свободные выходные, включая меня, мы собирались в парке и играли в регби. Как вам удалось их привлечь на сторону добра? Как вам удалось их отвлечь от гаджетов и от сидения на скамейке? Я рядом с ними, я в процессе. Я вовлечен в этот процесс так же, как и они. То есть вы, грубо говоря, тренировались бок о бок? Абсолютно. Рядышком. И когда мы говорили, я только что говорил про регби, мы выходили на эту площадку, и тут меня можно было совершенно спокойно и так же пихнуть, и почувствовать это. Не, но ведь здесь же самое главное – это начать, да, а потом уже, когда ты видишь результат, ты постепенно в это втягиваешься. Как вам удалось вот именно первые шаги предпринять к тому, чтобы они стали заниматься спортом? Это были профилактические беседы, или вы сами потянулись раз в 70 на одной руке? Ну, к сожалению, я, наверное, так не очень сильно умею, но... Только 69? Да. Пока максимально 53, но не более того. А вот пробовали и то, и то, и то, и я для себя принял решение и сказал, что нет, пожалуй, все-таки вода. Все-таки на генетическом уровне вода и бассейн. Вода – это то, что мне нравится, да. За мячом плыть неинтересно. Знаете, я пришел на хоккей такой, личный называется, тренер говорит, ну ты, наверное, любишь драться. Я говорю, ну как бы не очень там люблю, да. Ну, наверное, ты там еще что-то любишь делать там, давай, давай, давай. Я понял, что я как бы, да, люблю, это все очень красиво, но вода остается приоритет. Ну, воде драться не надо. Ну, это же не водное поло. Ну, хотя соперничество, если только, да, там, когда по дорожке. Какому плывешь? Кто быстрее? В любом спорте надо уметь за себя постоять, себя преодолеть и добиться поставленного. Евгений Ефимович – строгий отец. Как он относился вот в детстве, если вдруг не проплывал вот нужное время там? Больше проплыл, чем полагалось? Евгений Ефимович – мудрый человек, поэтому он подбирал мне очень хороших и известных специалистов, которые потом мне позволяли дальше двигаться. У меня были потрясающие тренеры, с которыми мне повезло поработать. Ну, а почему дальше? Почему дальше не продолжим? Олимпиада, чемпионат мира. Вот почему все закончилось, мастер спорта по плаванию и все. А как же дальше? А как же переплюнуть отца? Я в 98-м году в Москве проходил первые, по-моему, всемирные юношеские игры. Если помнить, такое замечательное событие был праздник. Я был студентом и в 98-м году. Потрясающий праздник организованный. Я попал и работал в бассейне как волонтер, будучи студентом. И тогда этот праздник возглавлял Коффман Лев Борисович, если я правильно помню фамилию. Я на все это дело посмотрел. Мне очень захотелось сделать что-то подобное. И я, наверное, вот где-то тут и принял решение, что быть организатором... Все-таки лучше, чем спортсменом. Свои силы надо трезво оценивать. Две грани одного и того же процесса. Одно другому не мешает. В любом случае, мы люди из спорта, да? И это позволяет нам делать праздники. Дорого ли стоит сейчас ребенка отдать в плавание? Вот, ну, допустим, 3-4 года, да, как обычно, отдают. Вот отдают в плавание. Сколько это стоит родителям в копеечку? Это ведь выходит, это ведь не бесплатно все. Не найдешь сейчас бесплатных бассейнов, бесплатного тренера. Есть бесплатные бассейны, есть бесплатные плитные работы. А шапочки? Ну, это очень здорово. Знаешь, не щитки купить хоккейному вратарю. Это не набор клюшек, да и шлем. Как у Марьяны шапочка со стразами, то, конечно, да. Легендарная шапочка Марии Идеевой от Кавали, да? От Кавали. Кто ее отковал? Челябинский тракт. От Кавали и откопали, да. Вопрос есть, кстати, вот... Ну, да, только что буквально пришел ватсап. Спасибо за гости. Скажите, а может ли быть тренером в ДИС США тренер не мастер спорта и не спортсмен в прошлом? Есть четкие правила, регламентируют, кто может работать. Насколько я знаю, это специальное образование. То есть, либо педагогическое, либо законченное физкультурное. Позволяет вам быть. Будучи, умеете ли вы плавать или не умеете вы плавать, были ли вы спортсменом или не были спортсменом, это уже второй вопрос. Вопрос от этого же радиослушателя. В каком возрасте определяется дисциплина, основной вид кроль-браса и тому подобное? Они меняются и в процессе даже тренировочных, и многие потом переходят со спины на кроль, и наоборот. Кроль на спину, кто-то даже в комплексе, потом на брас. И многие, кто в детстве плавали длинные, полторы, восемьсот, потом уходили в спринт, и с точностью, наоборот, я такие истории тоже знаю. Так что это все в процессе. И в этом плане плавание, оно такое демократичное, можно перемещаться. Ну да, как бы. Тебя искать, находить. И в этом плане, да, опять мы возвращаемся снова, простите, что к соревнованиям получается, что как на сборах ты можешь себя почувствовать, да, потренироваться, выехать куда-то с командой, там, с родителями, с тренером. Либо, соответственно, на соревнованиях, на турнирах ты приезжаешь, и у тебя есть возможность проплыть восьмсот, есть возможность проплыть четыреста. Хочешь проплыть в спринт, ты почувствуешь, что у тебя больше, и где ты себя чувствуешь. Ну да, тут, наверное, самый яркий пример, относительно актуальных, это Фелпс, который и про Баттерфляй, и про комплекс само собой, и если надо, двести кролем в эстафете тоже проплывет за национальную команду без проблем. Да и четыреста тоже. Да и четыреста, да. Потому что Мельдоний друг его, мы уже давно это выяснили. Но Мельдоний под другим названием, да, который не запретили. Скажись, пожалуйста, раньше вот появились вот эти гидрокостюмы, да, и сразу же результаты пошли в гору. Сейчас гидрокостюмы те же самые, или их немножко упразднили, по-моему, насколько? Да нет, гидрокостюмы нет, отменили уже, там принципиальное произошло, но результаты, люди уже начинают плавать на том же уровне. Это показательно, да. Потому что слышал мнение одного любителя плавания, так скажем, и он сказал, что известнейший Ян Торп, австралийская торпеда, ракета там, не знаю кто еще, без этого гидрокостюма, в общем-то, ничего бы и не показал, и вообще пошел бы как топор без топорища. Ну, в общем, по крайней мере, была точка зрения, что отмена гидрокостюмов его подкосила и заставила рановато завершить карьеру. Нет, но если вы любите гидрокостюмы, то марафонское плавание для вас. Пять, пятнадцать, двадцать пять, там, пожалуйста, плывите, будем рады. Нет, а вот если говорить о Яне Торпе, действительно, вот он за счет гидрокостюмов, только лишь за счет гидрокостюмов добился вот этих самых высот, или же все-таки злые языки брешут. Я думаю, что это совокупность того и другого, но то, что гидрокостюм ему давал, это правда, ну, с моей точки личной зрения. Еще это такой технический аспект, это мне приходилось слышать от профессионала, правда, не из плавания, а из пятиборья, что с ними, конечно, масса таких вот мелких технических проблем, потому что и надеть-то его, это долго и муторно. Да, да, вот, потому что, ну, очень тугой костюм. А снимать, ну, вот с того же Торпа, вот как мне опять же этот человек сказал, что с Торпа, допустим, их регулярно приходилось просто срезать, потому что снять невозможно было гидрокостюмы. Ну, гидрокостюмы все-таки позволяют повыше лежать на воде, а как следствие, чуть больше скорости. А вот еще такой вопрос психологии, плавания. Восемь человек на дорожке, но с другой стороны ты борешься с собой и со временем, но и с соперниками тоже, вот как здесь себя психологически настроить? Ты победишь соперников или себя? Вот у вас в бытность спортсменом, как вы к этому приходили? Как вы себя настраивали на борьбу? Я понимаю, что вот каждый спортсмен настраивается по-своему. Ты либо уже выходишь победителем, и все остальные это видят и чувствуют. Да, ты знаешь, какие ты покажешь секунды, ты четко понимаешь, что ты делаешь. И в этом плане вот Лондон очень красиво показал. И если вы видели, а наверняка видели то, как плыл Каратышкин, свою 100-метровку, да, как он разложился по дистанции. Это было видно, что человек работал по времени, человек работал по дистанции, четко понимал, знал и думал, что он делает. И это был хороший результат. И также, я думаю, что и Александр Папов видел и знал. Да. Пауза. Пауза. Продолжаем. Да. Это все, что нужно и можно и необходимо отрабатывать вначале на тренировках, потом на сборах, а потом, когда ты приехал на турнир, и когда турнир для тебя является не раз в год, или там хотя бы три раза в год, а фактически почти чуть ли не каждую недельку, ты ездишь, тогда ты начинаешь и в бассейн видеть, и с поперников чувствовать, и себя в воде понимать. И тогда для тебя это не является неким что-то страшным. Очень серьезный и вдумчивый вопрос вот буквально только что прилетел. А насколько важен в результатах гормональный всплеск, когда речь идет о детях? Только после него можно делать выводы о результатах в будущем? Вот такой вопрос. Это все-таки уже подростки, когда мы говорим про гормональную. Те соревнования, которые мы-то делаем, нам еще там немножко рановато. Но да, конечно, является, потому что вы же сами... Это вопрос вообще не пометельный к вашим соревнованиям. Нет, 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 очень хороший вопрос. На самом деле тут очень многие такие вещи, которые потом постепенно всплывают. Ни для кого не всплывают, что есть биологический возраст, а есть фактический возраст. Вот тут начинается вся эта вещь, потому что в детстве все соревнуются по годам рождения. Да, ты можешь года-то одного, а внутри ты уже как бы немножко другого возраста, и как следствие и силы, и возможности, и всего остального, у тебя другое. Вопрос, когда ты уже становишься взрослым, это уже немножко сходит на нет, и мы тут приблизительно все становимся в едином порыве, называется. Те спортсмены, очень часто бывает так, что те спортсмены, которые великолепные результаты показывают в юношах и в юниорах, потом начинают взрослеть, и в этой категории самые старшие ничего не показывают. Вот в плавании, насколько это актуально? Это актуально для нашего общего спорта. И это к вопросу то, про что мы сегодня, в принципе, с вами на протяжении часа целого говорим. Мы еще раз благодарны Всероссийской Федерации плавания за то, что соревнования все-таки стали всероссийскими. И это позволяет нашим участникам выполнять разряды. Но в голову, как ставили, как и говорили, так и будем говорить о том, что, ребята, не разряд, не выигранная медаль, а именно атмосфера, для того, чтобы ее сохранить, и дальше можно благополучно двигаться. Я понимаю, что очень большая, сумасшедшая гонка идет за результаты, за выигранные медали. Ну, в том числе, как Маша сказала, много часто это от родителей идет неправильным образом. Да, да, да. Ну и заплата тренерская, тут, честно, давайте будем, она имеет значение. У нас пока не существует такой хорошей отработанной истории, где у юных спортсменов или даже у взрослых спортсменов существуют полноценные спонсоры, они становятся полноценные профессионалы или профессия спортсмен, где постепенно то, что ты делаешь, начинает тебя кормить, быть полноценной твоей жизнью, твоей профессией и так далее. Вот поэтому мне кажется, что вот эта гонка, она не сильно нужна. Да, и те практики, которые есть, и которые мы видели за рубежом, когда спортсмены... Время заканчивается... Время заканчивается... Евгений, вы нам, к сожалению, не уже с вами бежать. Евгений, мы время у нас в гостях. Всем пока.